Приветствую вас. В данном вопросе есть несколько важных нюансов. Один из которых представляет из себя то, что депрессия является заболеванием. Это психическое заболевание, которым занимается врач. Психологическая работа, связанная с воздействием на депрессию и опатию, возможно только после соответствующего диагноза, после постановки диагноза. И назначение лечения, соответствующего лечения. Только после этого можно говорить о психологическом воздействии. Иными словами, если у вас есть диагноз депрессия, то можно говорить о том, чтобы ваш врач, который вам этот диагноз поставил, чтобы он назначил вам, соответственно, психологическое консультирование, психологическую работу, психотерапию в качестве лечения. Да, помимо медикаментов. Если диагноза депрессии у вас нет, то в таком случае я бы сказал, что говорить о заболевании нет смысла, но тогда мы имеем дело, скорее всего, не с депрессией, как вы говорите, а с депрессивным состоянием. Депрессивное состояние немножечко похоже на депрессию, но депрессией не является. Вот. Соответственно, с депрессивным состоянием работают практически все психологи. Вот. Именно с депрессивным состоянием работают все психологи. Также с депрессивным состоянием работают, в общем-то, не только психологи. Да. Что касается апатии, то с апатией работают также все специалисты, ну потому что мы должны это делать, вот мы обязаны это делать, поэтому мы работаем и с апатией, и в депрессивном состоянии. Соответственно, лично я этим занимаюсь и время у меня свободное есть, обращайтесь, разберем этот момент, договоримся о времени. На этом все, надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего, я вам желаю всего самого доброго и удачи!